дорогие друзья всем привет только пришла с работы у нас сейчас плюс 15 на градусники ветер немножко прекратился ну и как бы сегодня потеплело сегодня вот не очень холодно на улице было так что я купила взяла вот такой вот корейку вкусненькая мне прям понравилась она взяла вот такой вот из ховядины нарезку сказать не пробовала они недорогие что-то не знаю 80 рублей каждое попробуем а вот эту пробовала мне понравилось как сортельки горячий на это у нас аська любит можно на завтрак сошла магазин редиска у меня закончилась вот по 122 огурцы помидоры есть и диски уже нету купила абрикосиков абрикос вот первое что я покупаю по 185 за килограмм на 65 рублей взяла по моему 8 штучек они такие прям вы знаете не твердые не каменные а вот как мягенький немножко попробую и проходила мимо там купила манго манго сколько шмана 200 рублей такой тоже вот не твердый манго попробуем так папику и взяла эти ребрышки они такие ребрышки пальчики на горячая аська у нас их любит поврызть и горячая супчик варю такая уже достала фарш на вечер пускай размораживается есть у меня вот небольшой качанчик молодой капусты хочу сегодня запечь капусту в духовке с фаршем это я вам покажу позже будем вместе с вами готовить а сейчас пускай размораживается фарш ну что у нас прошло время фарш у меня разморозился я его уже выложила посуду капусту обмыла она мне чистенькая ненужный листик сняла понадобится нам еще майонез томатная паста либо кетчуп что у кого есть кусочек сыра у меня вот моцарелла была хватит нам кусочка даже много фарш добавлю две луковицы вот небольшие и достала 6 картошечек молодых сейчас почищу уже поставила духовку на разогрев так лучок почистила картофель готов и сейчас лук мелким кубиком порежу и добавлю к фаршу чтобы можно его просто посолить поперчить ничего не добавлять но с лучком мне кажется будет повкуснее так готова добавлю перчика что же салат такой термоядерный посолим и хорошенечко все перемешаем я как-то-то готовила по этому рецепту с капустой конечно же ну капуста у меня была не молодая это было зимой как-то уже такая вот обычная и тоже порезала не толстая капусту но капуста блок это не пропеченная хоть и и долго держала в духовке но что-то не очень у меня получилось сейчас вот молоденькая капуста я думаю должно получиться хорошо капусту порезала смотрите вот на такие вот как и слайсы вот такие вот кружочки вот тоненькие видите вот там где я попался попалась вот это вот как называется то хлебка называет кто еще как тут ее вырежу короче у меня получилось таких вот 6 кусочков ну вот вот так вот видите вот где самые твердые вот эти вот три первые там вроде нормально вот тут можно чуть-чуть а тут вырезала то она очень жестковатая будет так достала противень сейчас налью немного масла и размажу кисточкой так чтоб у нас не пригорело ничего затем уложим нашу капусту на противень сейчас вот тут еще вырежу вот эту штучку пока вот это положим так не разматываться аккуратно сейчас ты чуть размотается я сейчас я посоверила аккуратненько окну как то так вот получилось вот шесть вот таких вот кусочков кружочков теперь я сейчас посолю и поперчу а тут вот остались вот видите обрезки можно в принципе вот в эти дырочки положить вот тут чуть-чуть вот как обрезалась капуста дырочки по засовывать это маленький так а теперь можно добавить на каждую немножечко томатной пасты или кетчупа размазать и немножко майонезом так вот таким вот образом вот этот кусок у меня увидите толстого с этой стороны немножечко получился так это сейчас вот так вот размажем она у нас сочная была готова а теперь берем фарш и сверху вот так вот размазываем прям полностью по всей вот как капусте такой вот котлетка не котлетка я вот размажем чтобы полностью везде попал фаршик что смотрите какие у меня красавцы получились капустка под шубой так а теперь молодая картошка вот у меня я ее сейчас сбрызну оливковое масло она не сухая была так и положу вот сюда вот пусть тоже запекается можно другие еще овощи положить вот так все и отправлю все в духовку ну минут наверное на 40 а возможно даже и начать а духовку поставила на сто восемьдесят градусов красота так а сырок я натру и добавлю где-то за 10 минут до выключения срок у меня готов я потерла здесь у меня укроп и зеленый лучок прошло у меня полчаса я достала посмотреть как здесь капуста себя ведет капуста уже практически мягкая так сейчас я перевернул вот как-то под наклоном наверное духовка струбить вот начинаете подхарать другой стороны сейчас поставим картошечка вот еще мне кажется полчасика и будет все отлично так ну что у меня прошло 50 минут я до этого еще и перевернула картошку чтоб она с другой стороны немножко обжарилась ой зачем же так а сейчас наверно достану и положу сверху сырок так смотрите какая красота сейчас сырок положим сверху моцарелла он хорошо тает видите вот тут вот как запеклось главное что снизу она мне ничего не подгорело там вот все отлично так ну все гляньте какая красота есть сейчас еще на десять минут поставлю в духовку и уменьшу немножко газ пусть стоит 10 минут потомиться а сыр вот он он прям сразу прям плавится а зеленью потом каждый себе на тарелочку на тарелочке уже посыпем так ну что время у нас вышло смотрите можно вынимать и выкладывать на блюдо такая вот смотрите красота у нас получилось я сейчас посыплю зеленью можно по желанию приготовить салатик можно просто нарезать овощей мы когда вам садится кушать порежу огурчик редисточку прикоску какая красота я думаю что это будет очень очень вкусно противень и сейчас замочу видите по краям вот как посыпал или что-то такое вот чуть вот пригорело а сами нигде ничего нету пригорелого дождусь папика с работы и будем ужинать какая красота пробуйте готовьте приготовьте напишите понравилось вам или нет но я думаю очень вкусное блюдо будет здесь все продукты вкусные сочетаемые между собой обалдеть на этом буду заканчивать свое видео увидимся с вами следующим ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока